Янукович незаконно свергнутый президент. Крым это Россия и так решили крымчане. Я не приходил на территорию Донбасса, я русская украинка. Аттракцион невиданной щедрости. На этой неделе одна из ключевых фигур аннексии Крыма Наталья Поклонская, находясь в Крыму, захватила целых три часа украинского информпространства и внимания украинской аудитории. И казалось бы, да что тут такого? Ну интервью. Вот Киев человек любит. Киев мой любимый город. Песню украинскую знает. Еще и автограф Кличко есть. Этот автограф висит у папы в гараже в деревне. Но на самом деле, говорят эксперты, этим такие интервью и опасны. Потому что в потоке трогательных воспоминаний или простых житейских историй украинский зритель начинает точно так же нормально воспринимать и другие фразы. Путин приходил на территорию Донбасса и, насколько мне известно, во всех его официальных заявлениях и выступлениях. Он говорит о том, что официальных вооруженных сил, вообще вооруженных сил России на территории Донбасса нет. Во-первых, не у России получилось с Крымом, а у нас, у крымчан, получилось сохранить то, что мы имеем. И подсознательно человек видит не оккупационного чиновника, а такого же человека. В далеком, по-моему, 85-м году, как бы закат Советского Союза, и Стинг выпускает пластинку с песней «Russians love their children too» по поводу того, что атомная война невозможна, поскольку русские тоже любят своих детей. И это была попытка как бы гуманизации противника. И это было русское, и остается русским оружием. Вот эта вот гуманизация. И вот это вот очеловечивание мамзель Поклонской, чтобы мы увидели, что она не только внучка Николая II, она еще женщина, она еще мать. Это вот обратный процесс в стране, уставшей от войны, когда твоего врага очеловечивают. И ты понимаешь, что, конечно, у нас не разные политические взгляды, но это всего лишь политика. Сам автор интервью, украинский журналист Дмитрий Гордон, в комментарии нашим коллегам радио «Крымреалии» заявил, что он вправе говорить с кем хочет и так, как считает нужным. Интервью журналист, это что касается критики теперь, волен брать у кого хочет и когда хочет. И мне не указ никто, кроме меня самого и моей совести. CNN, американское агентство, брало интервью у самой Бен Ладена. И это правда, претензий к журналисту Гордону нет, ведь в интернете регулятор не имеет права контролировать контент, в отличие от телепродукта, за который, по крайней мере, получают штрафы и предупреждения. Вот этот стихийный в начале протест стал перерождаться, в общем-то, в заговор против правительства прежде всего, потому что, если вы помните, первое требование, которое выдвигалось, да, это была отставка правительства, вот, а затем это вылилось и в государственный переворот со сменой, значит, системы власти. Но, говорят эксперты, неважно где появляются подобные интервью, на телевидении или в интернете, свою цель они везде достигнут. В этом смысле можно сказать, что господин Гордон, например, считает, что он содействовал украинскому правосудию, который собирает на госпожу Поклонскую материалы. А мы можем считать, что господин Гордон мог помочь госпоже Поклонской, как агенту российских спецслужб, выполнить то задание, которое она успешно выполняет с 2014 года. За что она получает? Должности, награды, деньги, все то, что платят агентам. Вот такую, так сказать, чудесную спецоперацию мы увидели в виде ее высказываний на ютюбе. В самой же России интервью Поклонской, конечно, похвалили. Причем, якобы, украинские эксперты. Как позитивную сторону нужно отметить и, наверное, даже поблагодарить Наталью Поклонскую за то, что она свою политическую повестку не строит на ненависти к Украине, как это делают большинство российских политиков. Но поголовно кричать о так называемом необходимом примирении Украины и России на прокремлевских телеканалах пока не спешат. Эту риторику чаще используют не в самой России и не столько российские СМИ, российские политики, там у них более жесткая, до последнего времени была риторика, а вот используют пророссийские политики в Украине. Вот если взять оппозиционную платформу «За жизнь», вот их лидеры, Виктор Медведчук, Юрий Бойко, другие депутаты там некоторые, да, вот у них риторика эта присутствует. Позиция оппозиционной платформы «За жизнь», восстановление экономических отношений с Россией. Вот такую сказку рассказывают как бы людям постоянно в режиме 24 на 7. Последнее время, и как бы, да, май месяц это тоже не исключение. Кто хочет праздновать годовщины УПА, празднуйте. Это ваше право. Но 9 мая – это право нормальных людей праздновать, блин, победу, а не какой-то там день скорби. А вот в самой России, нет, они как бы ждут, да, они как бы ждут, когда вот этот вроде бы дозревший плод упадет им в руки, когда власть Украины признает свои ошибки, да, ошибки мы берем, да, в скобки, и признает свою ответственность, ну и пойдет на уступки России. Вот на таких вот условиях они согласны мириться и дружить. И таким, казалось бы, простым, но эффективным методом, экономя на оружии, Россия выигрывает другую войну – войну за сознание украинцев. Это очень простая технология. Технология, связанная с тем, что украинцев понемногу приучают к тому, что так должен выглядеть их информационный мир. И что они должны воспринимать людей, которые послужили инструментами оккупации их страны, не как оккупантов, не как предателей, не как инструменты предательства, а как партнеров по переговорам, как людей, у которых есть своя позиция, своя точка зрения. И с этой точки зрения, с этой позиции нужно считаться. Вам хочется приехать в Киев, вот посмотреть на… Ну вы спрашиваете, Дмитрий, конечно, хочется. Интервью с вами бы хотелось записать в Киеве. Я люблю Киев. Так приезжайте. Субтитры создавал DimaTorzok